Вести КамАЗа Праздник всех тех, кто создает камские машины на заводах КамАЗа Проходят праздничные мероприятия ко дню машиностроителя Итак, начнем этот выпуск с поздравлений и так коллеги С днем машиностроителя Подробнее о том, как отмечается профессиональный праздник на КамАЗе Расскажем чуть позже, а пока о важнейших событиях этой недели Делегаты профсоюзных организаций всех заводов и подразделений Собрались в зале ДК КамАЗа Кстати, это не только челнинцы Среди участников делегаты из Туймазовов, Нефтекамска, Тольятти, Тутаева и других городов России В которых расположены предприятия группы КамАЗ Представителен и состав президиума А вот какие вопросы рассматривало собрание и что решили в нашем репортаже Это и моральная стабильность Это микроклимат в коллективе Это решение очень многих социально остро поставленных вопросов Я считаю, что сегодня очень ответственный день Отчетно-выборная конференция корпоративного масштаба по уставу организации проходит каждые пять лет Потому-то в зале и нет свободных мест Отчет, оценка, выборы – основные вопросы повестки Главный ответчик – председатель профсоюзной организации Впрочем, отчитывается председатель не столько за себя, сколько за весь профсоюзный актив Когда кто-то говорит, что сейчас настало время индивидуалистов Что каждый думает лишь о себе Я точно знаю, что это заблуждение Тысячи камазовцев на общественных началах Отдают часть своей жизни профсоюзной работе Фактически, помощи своим коллегам, товарищам Огромное спасибо вам за это По традиции, свою оценку деятельности профсоюза На конференции дает и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Но прежде руководитель отчитался о вкладе администрации автогиганта В социальный пакет коллектива Почти миллиард тратили в год на нашу только челнинскую площадку Это очень серьезный шаг Мы стараемся в любых условиях всегда сдерживать свои обязательства работодателя Перед коллективом в части выполнения нашего социального пакета Впрочем, и это заявление сделано именно на конференции Коллективный договор в его нынешнем виде не константа Изменение – вопрос совместной работы Не исключаю, что, возможно, настал период Модернизировать часть тех монетарных льгот, которые мы представляем Но это уже задача служб персонала и ваших профсоюзных работников Которые должны сказать, что эффективно, что неэффективно Администрация нашей компании с удовольствием поддерживает Любые ваши начинания, которые будут полезны для нашего коллектива А вот что точно неизменно, заверил Кагогин Так это забота о здоровье сотрудников Профосмотры, профилактика профзаболеваний – все за счет «Автогиганта» Это очень важный вопрос – не допускать инвалидности по профессиональным заболеваниям В конце концов, мы с вами производим материальные ценности Мы работаем в компании, а не там, где мы наносим вред здоровью нашего трудового коллектива Оценить работу профсоюза «Автогиганта» прибыл и глава отраслевого союза профсоюзных организаций В частности, предложенные собранию к кандидатурой поддержал, но и от напутствия не воздержался Много чего сделано было, действительно, очень добрых дел Но совершенству нет предела, я думаю, есть над чем работать, над чем стремиться Задачи, которые поставлены сегодня, они, в общем-то, решимы Вот той команды, которая, в общем-то, сегодня избрана, которая будет избираться еще, все по плечу Итак, работа профсоюзного комитета за отчетный период признается удовлетворительной Итак, в ходе конференции были избраны кандидаты в члены Центрального комитета профсоюза АСМ России Кандидаты в Совет Федерации профсоюзов Татарстана, а также новый состав правкома КАМАЗа Председателем Объединенной первичной профсоюзной организации работников «Автогиганта» Единогласно был переизбран Александр Васильев А раз оценки поставлены и приоритетные направления деятельности профсоюзного комитета На следующий период его работы обозначены, то теперь остается ждать результатов Уверены, скоро увидим Алсу Валеева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа Вот когда я училась в школе, таких уроков не было На этой неделе российский политик, депутат Государственной Думы Альфия Кагогина Провела урок парламентаризма в школе-лаборатории номер 42 Это та самая школа, которая открылась к новому учебному году И которая дизайном интерьеров, можно сказать, родственна автогигантом Это был необычный урок, оценок на нем никто не ставил, хотя активность приветствовалась Поначалу ученикам 6-го А было немного непривычно, хотя потом... А что потом? Обо всем по порядку Тагир Закиров Как и положено, перед введением нового предмета состоялся педсовет В кабинете директора новый педагог кратко изложил суть своего курса Я думаю, что поймут ученики 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го класса о том, как управляется государство Как устроено политическое и государственное устройство Во-первых, это им нужно Во-вторых, они на самом деле интересуются, что значит демократия А как мы достигаем того, что власть принимает правильные, качественные, справедливые решения 20 минут спустя Альфия Кагогина уже знакомилась с классом Это у нас какой класс? 5-й? 6-й А По расписанию значился урок истории, поэтому замену на тему из общества знания можно считать почти полноценной Альфия Кагогина, понимая, что выступает не перед коллегами, легко перешла на доступный для ребят язык От этого рассказ про такие понятия, как демократическое правовое государство, признаки государства, о разделении властей и о многом другом, не выглядел в вузовской лекции Подсказку сейчас дам Греческое слово, дема, народ и кратус – это власть Итак, демократия – это, ты хотел сказать, все правильно, все правильно, демократия – это власть народа Поначалу класс немного рабел, но сказать, что они только слушали, будет неверным Ребята охотно отвечали, кто, по их мнению, может быть президентом или депутатом Кто имеет право предложить новый закон и так далее В общем, под занавес урока дети выглядели вполне оживленными Вам было все понятно? Да Вам было интересно? Да Слава Богу! Ну вот, я сейчас выдохну Подобный урок в этой школе точно не последний Подключить коллег Альфия Кагогина уже пообещала В группе поддержки первые два депутата Госсовета Республики Олег Коробченко и Горсовета Набережных Челнов Олег Афанасьев Да и у директора школы готов схожий проект – папина суббота В этот день приглашается родитель интересной профессии Ему гарантированных 45 минут и целый класс любознательных слушателей И вот он выходит и рассказывает про свою профессию Да, то есть из первых уст он слышит И это не то, что там в седьмых классах Это мы будем с первого класса Во всех классах То есть в субботу один папа Уверены, что потом подключатся и мамы В общем, стартуют такие субботы уже в октябре А шестой учебный день недели в 42-й школе точно будет отличаться от других Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа Одна голова хорошо, а две намного лучше И это на своем опыте доказывают два плотника-напарника, которые трудятся на заводе двигателей На протяжении 10 лет Евгений Бренинг и Сергей Сметанин Слаженно действуют вместе Результат работы этого тандема потрясающий Самые сложные задания доверяют именно им И никто не сомневается, что справится блестяще С мастерами встретилась съемочная группа Вести КамАЗа Напарники не разли и вода Евгений Бренинг и Сергей Сметанин На протяжении многих лет дополняют друг друга И это только с лучшей стороны сказывается на работе Про таких говорят мастер золотые руки Отзывы об этих работниках положительные Знаю, что им можно получить любую работу И эту работу они выполнят качественно и в срок Это участок напольного транспорта Значит, тут стояла старая будка диспетчерская Которая уже прожила свой срок Значит, ее необходимо было демонтировать В целях улучшения условий труда И решено было высшим руководством построить новые Сказано, сделано Евгений Бренинг и Сергей Сметанин Сразу взялись за это дело Так они смастерили гараж для электромобилей А над ним располагается светлая просторная диспетчерская За эту работу они получили пять с плюсом Но напарники-плотники скромные Своими делами не хвастаются Изначально Евгений Бренинг и Сергей Сметанин Работали и с другими напарниками Но только в этом тандеме стали лучшими В паре работается хорошо Не ругаемся, но спорим В споре рождается истина Поэтому, чтобы что-то сделать хорошо Нужно найти решение для этого А для этого нужно все свои мнения высказать А еще напарников-плотников на заводе двигателей Называют супергероями Они всегда спешат на помощь своим коллегами И никому не откажут Все работы дают Срочные Где-то бывает же Что-то где-то сломалось Или бывает Кто-то зашел в кабинет Закрылся Замок не могут открыть Выйти обратно Сразу звонят Свою основную бросаешь Бежишь спасать других И за это ребят на заводе очень ценят Их заслуги также не остались незамеченными В день машиностроителя Евгения Бренинга и Сергея Сметанина Наградили почетной грамотой И благодарственным письмом Песни, танцы, мастер-классы и фотовыставка Так начали праздновать день машиностроителя На прессово-равном заводе автогиганта В рабочий полдень заводчане Сами себе устроили праздник А руководство под шумок Отметило лучших Взгляд на непроизводственную сторону жизни камазовцев И хобби из первых уст В репортаже Екатерины Романовой В обеденный перерыв заводчане устроили себе праздник В виде мастер-классов, тематических площадок И оригинальных выставок Именно такой формат был выбран В качестве празднования Дня машиностроителя И 50-летия со дня строительства Автогиганта на прессово-равном заводе На выставке можно было полюбоваться Фотоснимками, запечатленной историей Возведения заводов камаза А также рисунками детей работников предприятия Заводчане принесли и свои работы Участвую первый раз Решила поучаствовать в этой программе Как говорится Выбрала вот свои поделки, которые уж получше И мне нравится этим заниматься На очень успокаивающие занятия И для красоты Сегодня я пришла с вышивкой Вышивка-бисером А вообще я и крючком вяжу И на спицах И алмазная вышивка И плиту Кроме того, здесь представили поделки из лозы Точечную роспись на тарелках И всевозможные картины Встречались и сдобные экспонаты В основном это поделки Видим модель автомобиля КамАЗ Это выпеченные какие-то Есть даже поделки слепленные из пластилина Вышитые и так далее Также у нас работает площадка с мастер-классами Наши талантливые работники Представляют здесь свои работы И также могут показать Интересующимся людям, как они все это делают Все, что принесли КамАЗовцы, оценивали члены жюри Регламент, эстетика, разнообразие и соответствие тематики Восторгаюсь нашими людьми, которые работают в достаточно тяжелых условиях Я имею в виду, что производство достаточно опасное, серьезное предприятие И одновременно занимаюсь такой деятельностью, творчеством Работы получились совершенно разные И жюри решило поощрить всех без исключения Кроме того, призы достались и участникам конкурса талантов Екатерина Романова, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа На заводе двигателей днем позже праздник отметили традиционным концертом Заводчан поздравляли не только коллеги, но и гости автогиганта Кроме того, знаменательная дата стала поводом для награждения лучших в производстве двигателей Вручались награды городского, республиканского и даже российского уровня Каждый год свой праздник вместе Традиционный концерт в честь Дня машиностроителя завод двигателей начал припевая На сцене выступали как сами сотрудники КамАЗа, так и приглашенные коллективы Они из наших братьев, он работает как раз на заводе двигателей И он нас пригласил поддержать День машиностроителя Мы приехали с казачьими песнями, с казачьим задором Праздник стал поводом и для награждения лучших в своей отрасли Заводчан отметили как на городском и республиканском уровне, так и в масштабах страны Одним из героев дня стал обладатель одного из первых табельных номеров А теперь главный технолог проекта Тибет Владимир Баринов, которому присвоили звание заслуженного машиностроителя страны Затем всех присутствующих поздравил председатель правкома завода Этот праздник действительно самых грамотных, самых честных, самых трудолюбивых людей Мы выпускаем тот продукт, который все двигает Без этого, без нашего двигателя ничего не двигалось бы Профессиональный праздник отметили и в научно-техническом центре КамАЗа Здесь также пели, танцевали и получали заслуженные награды А молодое поколение, в свою очередь, поздравило тех, кто стоял у истоков Челнинского машиностроения Дорогие КамАЗовцы, поздравляем вас с Днем машиностроителя Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов по всех начинаниям С праздником! Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа День машиностроителя по-своему КамАЗ уже отпраздновал Но праздник не заканчивается Будет еще и общереспубликанское торжество Об этом, как и о других событиях вокруг автогиганта, мы расскажем в Вестях КамАЗа Очередной выпуск смотрите 7 октября в 18.00 на телеканале Челны ТВ На этом мы, Павел Михно И Ксения Чернильцева, с вами прощаемся Всего доброго! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok